Вот уже третьи сутки в Донецке продолжается голодовка чернобыльцев. Акции протеста чернобыльцев проходят также в Харькове, Луганске и Львове. Ещё второй день голодовки чернобыльцы начали символическим похоронным венком. Это венок всем ликвидаторам, детям войны, чернобыльцам, всем незащищённым категориям граждан, социально незащищённым, те, которые попадают под законопроект 9127. Это премьер-министр Украины их всех фактически похоронил. События развивались следующим образом. В понедельник митингующие заняли здание областного управления пенсионного фонда в Донецке и заявляли, что не намерены покидать его до тех пор, пока не будут проведены выплаты, положенные им по закону. Принято решение о том, что не освобождать помещение в связи с тем, что идёт сплошная ложь, ложь государственных чиновников высоких рангов. В частности, со стороны Азарова и Тегибко было озвучено о том, что в Донецкой области осуществляют акцию протеста, и инвалиды-чернобыльцы получают пенсию свыше 30 тысяч. 16 ноября вечером воинственные настроения в группе митингующих немного утихли. Состоялся телефонный разговор активистов акции с председателем Донецкой облгосадминистрации Андреем Шишацким, после которого чернобыльцы, которые находились в актовом зале пенсионного фонда, решили покинуть помещение. Спасибо людям, спасибо чернобыльцам, что они мне доверяют в первую очередь. Я в пределах своей компетенции делаю и буду делать всё, что возможно, чтобы, во-первых, всё-таки помочь людям, где это возможно, донести позицию чернобыльцев до правительства. По словам Андрея Шишацкого, члены правительства, с которыми он общался по проблеме чернобыльцев, убедили его, что по данному вопросу ведётся работа и идут поиски компромисса. Я доволен ещё и тем, что это всё переведено всё-таки в такое вот законное русло, митинг, пикет, чтобы мы с правоохранительными органами, чтобы не вступать в какой-то конфликт с законом и не заниматься именно непосредственно какими-то расследованиями, следствиями в отношении протестующих чернобыльцев. Пока сложно предсказать, как будут развиваться события дальше. Но Андрей Шишацкий заверил, что диалог с людьми он будет продолжать. Это услышали чернобыльцы. Тем более, что только несколько дней назад премьер-министр Николай Азаров заявил, что несколько тысяч человек не определяют общего настроения в стране, а шантажировать правительство никому не удастся.